Всем привет! С вами Мотоком. И, казалось бы, Хонда серая Фрали, но нет. Кови АСС-250. Новый бренд, новая модель и стандартный для китайских производителей не уникальный дизайн. С одной стороны, копировать чужие разработки – плохая практика. С другой – получилась вполне удачная и доступная копия. Изначально мы отказались от этой модели, но, увидев исполнение вживую, отодвинули свои этические соображения на другой план, ведь мотоцикл получился действительно очень достойный. Этот Кови выделяется из стандартной линейки как размером, так и классом. Мы бы окрестили FCS Tour Enduro для новичков, но соцсети полны историй про дальники и на скутерах, и на 150-ках, поэтому будем считать FCS туристическим эндуриком для спокойных поездок различной степени дальности. От остальных Кови эту модель отличает как более низкий ценник, так и обилие пластика. Впрочем, переживать не стоит. Пластик полипропиленовый покрыт специальным полиэфирным глянцевым лаком. Даже если согнуть хорошенько панель, трещин не будет. Модель представлена в двух цветах. Наш фаворит яркий, красный, но и строгий серый выглядит интересно. Двигатель UFC S от Lansin, маркировка RA250, мощность 17 лошадок, объем 223 кубика. Такие моторы стоят на вайперах CR5, Gion CR6, Lansin GX250, Gion Terax и других моделях. Поэтому запчастей на них в Украине уже много. Однако мотор FCS оснащен шестиступенчатой коробкой передач и снабжен масляным радиатором для лучшей термостабильности в рабочих режимах. Кикстартера у этой модели нет. Был выбор из шестиступенчатой коробки или заводной лапки. Мы выбрали шестиступку. Основное кредо этого мотора – тяговитость. У него очень линейные характеристики. Например, при 24 км в час можно включить четвертую передачу, и она хоть и натужна, но без рывков вытянет мотоцикл и начнет набор скорости. Никакой избыточной интенсивности, только правильная ровная тяга. Хотя, если пришпорить, отдача будет. Потенциал мотоцикла подкреплен набором передаточных чисел, ведомых и ведущих звезд – 13 на 40. Такое решение вместе с исходной эластичностью мотора обеспечивает и приличную динамику, и приемлемую для такого тяжелого мотоцикла максималку. Впрочем, что рассказывать? Смотрите сами. На мотоцикле человек ростом 185 см, для роста менее 175 см, отсутствие возможности уверенно отставать ногами до земли, вкупе с весом мотоцикла в 150 кг, могут оказаться дискомфортными. А вот с таким удобством может разместиться пассажир. Ну и, собственно, динамика мотоцикла. Заявленный расход от производителя чуть больше 3 литров на сотню. То есть при полном баке в 10 литров вы сможете проехать порядка 300 км. Шестая передача позволит сэкономить топливо, если двигаться в умеренном темпе, по прямикам без особых подъемов. Наш тест-пилот и пассажир оценили работу подвески на участках с плохой дорогой. Для быстрых асфальтовых виражей она мягковата, но FCS заточен совсем по другие цели. Итак, подвеска. Впереди перевернутая вилка с приличным ходом сжатия. Сзади маятниковый рычаг ульменного типа с креплением через рычаги прогрессии. То есть и передняя и задняя подвеска длинноходные, что позволяет избежать дискомфорта как при одиночных поездках, так и в дальняках с пассажиром и вещами. Кстати, про вещи. В стоковой комплектации предусмотрена багажная платформа под центральный кофр. Из мелких, но приятных фишечек можно отметить тонированное ветровое стекло, бардачок для мелочей, крепление для шлема и кнопочку мигания дальней, которую многие владельцы других мотоциклов мастерят самостоятельно. Также производитель подготовил подарок для первых украинских владельцев FCS. Мотоциклы первой партии укомплектованы сигнализацией с функцией дистанционного запуска двигателя. Свет мы пробовали в условиях не очень качественной городской освещенности. Он и не слабый, и не вау. Обычный приемлемый ровный пучок. Кто захочет, всегда можно поставить дополнительные LED-лампы. Поворотники небольшого размера, но благодаря диодам хорошо просматриваются на дороге. Также хорошо в пути считывается и приборка. Она такого же плана, как на LeFan КПТ. Можно менять цвет подсветки под время дня, погоду, настроение. Немного странно и непривычно выглядит факт вынесения блока с приборкой от руля. Но таков уж и изначальный дизайн. Оба тормоза дисковые, а тормозная магистраль изготовлена из полиамида со стекловолокном. Колесные диски, стальные, спецованные. Переднее колесо 21 дюйм, заднее 18. Размеры протектор шин вкупе с весом мотоцикла, дорожным просветом и конфигурацией подсветки приближают FCS к классу внедорожных мотоциклов. В целом можно сказать, что FCS достойный конкурент. Как внедорожным моделям Шинерей, так и любителям габаритных дорожников. Как бы там ни было, китайские стриты сделаны под средний рост и меньше. При росте по 2 метра тяжело подобрать средство передвижения, которое будет смотреться не как мопед. Да, эта габаритность получена в ущерб юркости. Но тут уж каждому свое. Стихия FCS – дороги и легкое бездорожье. По ссылке под видео полные технические характеристики, фото и актуальные цены. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует...